Британская Колумбия Они говорят о вещах, которые объединяют нас, культуре, среде и общих нитях в природе. Их слоган несет в себе некую загадку, интригу, которая окутывает всю провинцию. Место назначения Британская Колумбия приглашает вас открыть дух этого края, посетив яркие города и дикие места. Мы живем в прекрасной провинции. На западе у нас океан, на севере — покрытые лесами горы, на востоке долины — полные жизни. Как написано на наших номерах, мы живем в прекрасной Британской Колумбии. Но природа — это не только окружающая среда. Слоган этой организации говорит о настоящей реальности, которая еще более сверхъестественная, чем они готовы признать. Как сказано в Римлянам 1, все творение открывает нам силу и славу Бога Творца. Природа выставляет на показ Божью славу, но Павел, автор послания, также показывает нечто из нашей человеческой природы. Я приглашаю вас в путешествие по сердцу Божьему и людскому, чтобы понять, насколько прекрасна Евангелие. Если вы еще не сделали этого, то откройте свои Библии на Римлянам 1. Сегодня я буду использовать ESV, один из английских переводов Библии. Если у вас есть компьютер, можете ввести Римлянам 1 ESV, чтобы читать со мной. Хоть мы фокусируемся на 18 стихе и далее, сначала мы посмотрим на 15 стих. И давайте помолимся для начала. Боже, я молю, чтобы Ты менял сегодня наши умы и сердца. Если нас смотрит кто-то, кто не знает Тебя, то я молю, чтобы Ты открыл Себя им. Боже, пусть мои слова будут от Тебя. Отче, я молюсь, чтобы Ты вдохновил Своих детей видеть Тебя в окружающем мире и узнавать ту любовь, которую Ты открыл нам через Иисуса. Пусть она побуждает нас идти и делиться радостной вестью со всеми, кого мы знаем. При любой возможности, будь с нами сегодня. Открой наши глаза, сердца и уши, чтобы слышать Тебя. Я молюсь во имя Твое. Аминь. Рассматривая сегодняшний фрагмент, важно помнить, что в первой главе Павел заложил основание и собирается перейти на следующий уровень. Мы знаем это потому, что 18 стих начинается со слов «Ибо». В некоторых переводах этого слова нет, но оно напрямую связывает то, что Павел только что сказал с тем, что он собирается сказать. Он строит дело. Какое основание он заложил? Это основание Евангелия, радостной вести. Посмотрите на отрывок с 15 по 17 стих. 15 стих. Павел хочет проповедовать радостную весть. И он хочет проповедовать 16 стих, потому что не стыдится этой вести. Он не стыдится этой вести. 17 стих. Потому что весть о том, что Бог спасает людей, восстанавливая нас в правильном положении перед Ним, возвращая нас к правильному образу жизни. Павел уверен, что он делится радостной вестью. Сегодня мы не один раз увидим это слово. Сердце Божье открывается в его праведности. Как говорит словарь, праведность — это моральная правильность или возможность оправдаться. Слово «прав» является частью слова «праведный». Это когда ты стоишь прямо, не уходишь в сторону в понимании, поступаешь хорошо и справедливо. Вот как мы определяем праведность. Когда мы говорим о Боге, праведность является частью его сущности. Все, что он делает, правильное. Он — стандарт правильности. Когда он создал мир, то установил порядок. Он создал все правильно. В 19 и 20 стихе Павел говорит, что эта праведность проявляется в природе. Вскоре мы вернемся к 18 стиху. «Ибо что можно знать о Боге? Явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его — вечная сила Его и божество. От создания мира через рассматривание творений видимы». Мы часто ищем доказательства существования Бога. Мы хотим слышать Его голос, видеть Его лицо, знать, что Он реален. Павел привык к тому, что физический мир — доказательство тому. Мы живем среди Божьей выставки. Посмотрите на 120-й Псалом. «Возвожу очи Мои к горам, откуда придет помощь Моя. Помощь Моя от Господа, сотворившего небо и землю. При правильном взгляде на творение мы можем увидеть Творца, Его силу». Или посмотрите на 18-й Псалом. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь». День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Даже без голоса творения взывает. Посмотрите на Творца, на всемогущего, на чудесного Бога. Природа создана для того, чтобы указывать нам на Творца. Чтобы быть Творцом, Бог должен существовать до творения. Авторы Библии предполагают существование Бога с самого начала. «Если бы Он не существовал до сего, то был бы частью Творения, чтобы Бог был Богом. Он должен существовать до появления всего остального». Вот почему ангелов Исаии 6 летают, провозглашая «свят, свят, свят Господь Саваоф». «Вся земля полна славы Его». «Святой» значит «отделенный», «отличающийся» — «уникальный». Хоть мы не можем физически увидеть Бога, потому что Он нематериален, а, соответственно, невидим. Он оставил свои следы во всем творении. Вся земля наполнена Его славой, и все Его творение прекрасно. Не забывайте, что сердце Божье открывается в Его праведности. Тут мы можем понять нечто и про себя. Если Бог создал все, то Он создал меня. Он знает меня, знает вас. Бог знает всех людей, и мы уникальны, потому что нам выпала честь быть сотворенными по образу Божьему. Мы также отличаемся от остального творения. В этом мы похожи на Бога. Бог оказал нам честь, позволив представлять Его здесь, на земле. Мы понимаем честь, особенно когда вопрос касается отношений в семье. Человечество приняло высшую честь — быть носителями образа Божьего. Задумайтесь над этим. Когда вы умываетесь или чистите зубы, то сталкиваетесь с человеком, которого создал и любит Бог. На собраниях, в поезде, в магазине. Надоедливый парень у вас в классе. Странный коллега, водитель, который подрезал вас. Бог поместил свой образ в каждого. Каждый человек на планете создан с целью. Главная цель нашего существования — прославлять Бога, узнавать Его, являть Его. Если мы созданы для отношений с Ним, будучи нашим Отцом, Он любит нас, Он заботится о нас, ценит время с нами, общается к нам с любовью. Наше существование зависит от Бога. Он приглашает нас пережить полноту жизни. Он — звезда этого шоу. Именно об этом Павел говорит в 19 и 20 стихе, «Римлянам 1». Мы можем встречаться с Богом каждый день, каждый момент просто существуя. Я не всегда осознаю, насколько реален и силен Бог. А теперь давайте вернемся к 18 стиху. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Оказывается, Божья праведность, которая несет спасение, это та же праведность, что несет гнев. Плохая новость состоит в том, что мы сами навлекаем на себя гнев Бога. Здесь мы видим, что сердце человека открывается в его бунте. Возможно, вы не считаете себя бунтарем. Так думает большинство. Бунтарь — это тот, кто вступает против существующего правительства или правителя. Мы видим бунты по всему миру, независимо от форм правительства. Но почему я говорю, что мы бунтуем против Бога? Павел знает, что Евангелие спасения — это радостная весть лишь в том случае, когда мы знаем о плохой новости, когда мы знаем, от чего нам нужно спастись. Павел посвящает первые три главы к римлянам, потому что Бог поступает справедливо, изливая свой гнев на нас. Джон Маркомер описывает гнев так. Гнев — это эмоционально здравая реакция, когда кто-то, кого вы любите, поступает неправильно, или другой поступает с ним неправильно. Так же неправильный поступок, который привел к тому, что Бог может гневаться на нас. Что сделало нас, как сказано в тексте, несчастными и несправедливыми? Павел говорит, что несмотря на все доказательства существования Бога, человек решил подавить истину Божью. Мы ищем альтернативной истины. Это субъективный релятивизм. Мы пытаемся объяснить, как появился мир, не учитывая Бога. И даже если мы не отвергаем Бога активно, мы пренебрегаем своей главной целью. Мы не прославляем Его. Мы больше переживаем об оценках, чем о Боге. Мы фокусируемся на финансах, а не на отце. Мы фокусируемся на развлечении, а не на вечности. Если Божья любовь не откроет нам эту реальность, не вдохнет в нас новую жизнь, мы будем игнорировать Его, будем бежать в другом направлении. Мы выбрасываем мысли о Боге из нашей головы. В 21 стихе Павел говорит, что человек не почитает Бога и не благодарит Его. Но мы не живем так, как должны. мы не можем жить в чести, которая была дана нам, потому что не знаем Бога, который дал ее нам. И так как мы не почитаем Бога, наши сердца передаются тьме. Представьте себе, что пропало электричество, как это бывает во время зимних бурь. Если вы зажжете одну свечу и оставите ее в комнате, она будет освещать ее. Но если вы начнете отходить от свечки, то окажетесь во тьме. Не сразу, но с каждым шагом от света все больше и больше будете окунаться во тьму. То же самое происходит, когда мы отвергаем Бога, Его путь. 22 стих говорит, что мы стали глупцами. Выбрав свой путь вместо Божьего, мы не можем ходить в мудрости. Этим летом мы будем изучать книгу-притч. Там мы найдем следующее заявление, начало мудрости, а также знаний, страх Господень. Бояться Бога значит почитать Его, признавать Его святость, Его праведность и жить в этой реальности. Но где взяться страху Божьему, когда человек отказывается признать Его? Нигде. Мудрость приходит от Бога. И если мы не знаем Его, мы отказываемся от замысла нашей жизни. Мы думаем, что сами можем создать себе цель и реализоваться, но мы не можем не поклоняться чему-то. И мы пытаемся восполнить эту нужду чем-то. Мы так далеко убегаем от Бога, что начинаем поклоняться другим вещам вместо Бога. 23-25 стих показывают нам, что человек не может не поклоняться. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. Это встроено в нас. Мы гонимся за славой, сексом, богатством, веря, что эти вещи могут принести удовлетворение. В некоторых культурах животных почитают как богов. Мы создаем правила в своей жизни, но это Божья задача. Мы не Бог. Вспомните рекламу «Место назначения Британская Колумбия». Легко увлечься творением. Я много раз выходил, чтобы посмотреть на то, как цветет вишня, насладиться их красотой, понюхать их, наблюдать за тем, как пчелы шумят вокруг цветков. Все фото, что я сделал, не передают той красоты. Природа удивительна. Но мы не можем останавливаться на самой природе. Величие природы должно направить нас к величию Творца. Меняя объект поклонения с истинного Бога Живого на нечто меньше, мы проявляем неуважение к Богу. Мы делаем его очередной вещью. Каков результат хождения во тьме? Когда я просыпаюсь ночью, чтобы попить или сходить в уборную, я не включаю свет. Я знаю свою комнату и дом. По крайней мере, мне так кажется. Но иногда я забываю, открыл ли я дверь или закрыл, или лежит вчерашнее белье на полу, или что я подвинулся на 10 сантиметров влево или вправо от того места, где нахожусь. Я и так врезаюсь в вещи. Охождение во тьме лишь усугубляет ситуацию. Я могу удариться пальцем или головой. Так как мы поменяли поклонение Богу на поклонение меньшим вещам, так как мы поклонялись творению, а не творцу, мы не можем жить в полноте жизни, которую дает лишь Бог. Наше отвержение Бога приводит нас к смерти и бесчестью. Мы не почитали Бога, отвергнув Его, и так мы обесчестили себя. Склонности нашего сердца приводят нас к отчаянию. Наши глаза сфокусированы на нас. Мысли и желания эгоистичны. Когда мы подавляем истину Божью, мы не видим Его славы. И вместо того, чтобы считать Его мы считаем Его тюремщиком. Мы думаем, что Он удерживает нас. Мы считаем все Его заповеди ограничивающими, а не тем, что дает нам для нашей безопасности, благосостояния и успеха. И если мы не хотим Бога, Бог передает нас тому, чего желают наши сердца. Хоть Бог и создал все в порядке, потому что Бог не есть Бог беспорядка, но мира, мы видим, что наш мир не работает так, как надо. Это последствия нашего греха. Это проявление Божьего гнева против зла. Теперь мы переживаем землетрясения, цунами, засухи, потопы. Мы сталкиваемся с эпидемиями, войнами, смертью и разрушениями. Мы видим разрушенные отношения и обещания, потерю надежды и мечты, убийства, кражи, насилия. Зло растет. Бог позволяет нам пожать плоды нашего бунта. Но разве Бог не Бог любви? Да. Разве Он не милостив и не медлителен на гнев? Разве Он не пребывает в любви? Да. Разве Павел не начал это послание с того, что Бог любит святых в Риме? Да. Но поскольку Он есть любовь, Он отвечает гневом. Как нам увидеть единство в этих двух вещах? Нам достаточно посмотреть на свой человеческий опыт, чтобы понять, что любовь и гнев могут идти из одного источника. Если вашего ребенка или друга унижает в школе, ваша любовь к ним поднимает в вас гнев. Если ваш друг рассказывает вам, что на него напали, ваша любовь к нему провоцирует вас ярость. Когда вы видите ужасы по вечерним новостям, ваше страдание к людям возбуждает вас ярость против того зла, что творится в мире. Единственная реакция любовь — гнев. И насколько Бог есть любовь, настолько же Он гнев. Но это хорошая новость. Нам нужен гневный Бог. Богослов Мирослав Вольф говорит, «Хоть я и жаловался на недостойность идеи Божьего гнева, я пришел к мысли, что сбунтовался бы против Бога, который не пылает гневом, видя зло в мире. Бог не лишен гнева, несмотря на то, что Он любовь. Бог гневается, потому что Бог есть любовь. Божья любовь больше нашей, и Его гнев на зло больше того, что мы можем представить. Поскольку Бог любит, Его гнев изливается на зло. Благодаря Его милости и благодати Он жестко, но справедливо поступает с грехом и несправедливостью. «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Это радостная весть. Вы можете сказать, что не настолько плохи, как другие. Хорошо, справедливо, но это не тот стандарт, который использует Бог. Недостаточно быть лучше других. Божий стандарт Он Сам. И как мы уже говорили, Он совершенно праведен. Так кто же может соответствовать этому? Никто. Через несколько недель мы будем разбирать Римлянам 3.23, где сказано, что все согрешили и лишены славы Божьей. У всех нас разум затуманен. Мы предались глупости и тщете. Бог праведен, а мы взбунтовались. Ефесянам 2 говорит, что мы были мертвы в своих грехах, следовали желаниям тела и ума, и были по природе детьми гнева. Какая надежда есть для нас, если мы убегаем от того, в чем нуждаемся? Мы не можем сделать этого сами. Мы несем зло и сами получаем зло, что может спасти нас от нас самих. Крис Райт поет песню наивной. В одном куплете поется, я слышал, что добрый Бог никогда не позволит злу существовать так долго. Но я говорю, что поскольку Он добр, Он дает нам больше времени. Я верю, что ты хочешь явить нам милость. Не забывайте, что заявление Павла о нашем бунте идет после 16 и 17 стиха. Там он заявляет, что Божья праведность открывает спасение по вере. Мы должны вернуться к этому. Павел не пытается унизить нас и оставить во тьме. Вместо этого он показывает нам, что мы не можем спасти себя мирской мудростью, знанием или духовностью без истинного Бога. Мы должны вернуться к мудрости Божьей и милости Божьей, которая открывается через Евангелие. Хоть Бог славен, гневлив, требует святости и имеет право на это, Он также милостив. Полнота Евангелия открывает Его благодать. И здесь мы возвращаемся к прекрасным делам Иисуса Христа, Сына Божьего. Сердце Иисуса открывается через искупление. Мы говорим о том, что творение открывает Божью силу и Божественную природу, но оно не открывает Его личные отношения с нами. Но в Своей мудрости Бог пришел воплоти, став подобным сотворенному человеку во всем, за исключением греха. Иисус Христос пришел в мир, будучи Богом, и стал человеком, чтобы отождествиться с нами. Он пережил зло греха, хоть Сам и не согрешил. Иисус говорит в Иоанна 14, «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его, и видели Его». Похожее заявление мы видим в Евреям один, «Сей, будучи сияние славы и образ ипостась Его, и держа все словом силы Своей». Миссия Иисуса состояла в том, чтобы найти и спасти потерянных, вернуть бунтарей Творцу, превратить грешников в святых, оживить мертвых. Вот чего Он достиг через Свою совершенную жизнь, смерть на кресте и воскресение, гнев, который мы заслуживали за Свою неправедность, был излит на Сына Божьего, чтобы мы могли стать детьми Божьими. 2 Коринфянам 5.21 «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Праведность Божья явленная в Евангелии становится нашей. Иисус взял на Себя гнев Божий, заплатив цену и искупив нас. Он избавил нас от долга и дал нам Свою праведность. Я не знаю, как еще подчеркнуть это. Мы усыновлены. Мы дети Божьи. И теперь мы можем жить как святые, потому что действительно святые. Не позволяйте лжи греха думать, что вы никчемны, неисправимы, благодаря делам Иисуса, благодаря тому, что Он достиг для вас, вы можете победить. Он дает вам Духа Святого, чтобы Он работал в вас. Павел в других посланиях пишет, что мы уже победили с Иисусом. Поэтому, христиане, поднимитесь в присутствие Отца, Который любит вас и дает вам силы Своего Духа Святого. «Увидьте пустой гроб, увидьте вознесшегося Господа и примите ту новую жизнь, которую вам дали. Вы больше не под гневом». Вот в чем суть послания Павла. «Больше времени, чтобы вернуться к любящему Отцу, не как осужденные преступники, но как драгоценные дети». Павел заканчивает сегодняшний фрагмент прославляя Бога. «Творец благословлен навеки. Аминь». Только через дела Иисуса и доверие Иисусу Павел узнал истину о том, кем его сотворил Бог. Иисус говорит в Иоанна 8 «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Хоть мы ходили во тьме, Иисус послал Иисуса, чтобы Он стал нашим светом, чтобы открыть наши слепые глаза и увидеть, Бог своей праведности полон гнева на грех и грешника, и Бог своей праведности полон любви к тем же грешникам. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Иисус наша единственная надежда на то, чтобы превратиться из детей гнева в детей Божьих. Он может вывести нас из позора жизни без Бога и даровать честь принятия в свою семью. В конце времен наступит день суда, когда мы предстанем перед Богом и дадим ответ за свои жизни. Иисус вернется, если мы игнорируем или отвергаем Иисуса. если мы не принимаем жизнь от Него, то будем навеки отделены от Бога, от самой жизни. Но мы приняли обетование Иисуса. Он спасает нас, когда мы доверяемся Ему. Его праведность наполняет нас, и мы становимся для Отца такими же, как Он, святыми, праведными. Если вы еще не приняли Иисуса как Господа, сегодня вы можете выйти из тьмы на свет. Бог призывает вас к вере. Доверьтесь тому, кто может вывести вас из тьмы в свет. Только Он может вывести вас от смерти к жизни. Только Он может избавить вас от гнева и облечь вас в праведность. Если вы Божье дитя, то ничто не может отделить вас от любви во Христе Иисусе. У нас есть множество причин радоваться благодати, прощению и спасению, которые приходят от нашего Отца Небесного. И у нас есть множество причин, чтобы соглашаться с Павлом и провозглашать наш Творец благословен навеки. Аминь. Все творение указывает на Творца. Каждый раз, когда вы идете и видите кого-то перед собой, не забывайте, что на его номерах написано «Прекрасная Британская Колумбия». Не упустите Творца за творением. Не забывайте, что Он создал вас, чтобы узнавать Его. И это возможно только через Иисуса. Вы можете иметь жизнь вечную с Ним. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok